В небольшом производственном цехе под аромат пчелиного воска прихожанин Александр заваривает чай. Своё знакомство с процессом изготовления свечей начал несколько месяцев назад. От переработки сырья и до упаковки в картонные коробки весь кропотливый путь рождения церковной свечи успел изучить до мелочей. Недавно я прихожу на огороды, помогаю. Когда сезон летний закончился, помогал листу цветочницы Галины Сергеевны. Но благословение получил в этот свечной цех. Делается с небольшим натяжением, чтобы нитка крепилась к рамке немного пожуще, потому что во время, когда воск прилипает, чтобы она не болталась и принимала правильную форму. На самодельном аппарате процесс стартует с намотки нити будущего фитиля на рамке. Рамок такого формата в производстве 12 штук. В конце работы более 900 свечей среднего размера воссияют светом в храмах и монастырях. Установив заполненные рамки на опоры, они крепятся к так называемой карусели. Эту конструкцию разработал иеромонах Леонид. А идея создать свое свечное производство появилась после посещения подобного цеха в монастыре Оптина пустынь. Особенно в том, что, во-первых, руками мы не мотаем. У нас есть аппарат, вы видели. Вот. И он мотает. Это, во-первых, сокращает время, а во-вторых, это быстрее и мы более продуктивны. Тот станок намоточный был подсмотрен в Елизаветинском монастыре. Но там у них тоже мы подкорректировали его под все рамки. Под все рамки. Технология производства тут одна из самых древних. Так называемое многократное обмакивание фитиля в расплавленный при температуре 80 градусов парафин позволяет изготовить свечу именно конусной формы, подобным уже более двух тысяч лет. Чем толще свечка, тем толще фитиль. Свечка 20-ти рублевая. Здесь примерно 10-11 окунаний. Фитиль уже потолще. Свечка 100-рублевая. Здесь примерно 15-16 окунаний. Фитиль толстый. То есть вот соотношение размера и фитиля. Все зависит от того, что мы хотим, какую свечу. После приобретения нужной толщины свечи, мастер оставляет их сушиться. Самым маленьким достаточно 30 минут. Свечи побольше находятся в таком положении несколько часов. Главное исключить потоки воздуха. Все должно остывать обязательно без вентилятора. Потому что может быть расслоение. Здесь нет примера, но на самом деле бывают, получается, такие пузырьки воздушные. Мы их называем мраморные свечи. С каждой такой кассеты свечи срезаются канцелярским ножом. Ольняные фитили между двумя соседними разрезают ножницами. Уложив изделия параллельно друг к другу, картонные коробки отправляются в храм. Возжигая свечу, стараемся подумать о том, что можно изменить в своей жизни. Чтобы также горела наша душа к добродетели. Чтобы она освещала те потемки нашей жизни, в которых мы иногда оказываемся. Невзирая на размер этих горящих светильников с самого появления церкви, они продолжают оставаться истинным символом веры и молитвы. Мария Селевестрова, Денис Пашков. События. Брянский район.